Лучшего мастера 2015 года определят на республиканской выставке декоративно-прикладного искусства и народных художественных промыслов. Конкурс проходит в Сыктывкаре уже в 22-й раз, и в этом году свои работы на суд жюри представили 168 участников. Любовь Филиппова попывала на открытии выставки. Роспись по дереву, плетение из лозы и соснового корня, керамика, авторский костюм. Сегодня выставочные залы наполнены самыми разнообразными видами изделий. Работы мастеров представлены аж в 24 номинациях. Больший кукол, прям много маленьких экспонатов. Вот, пожалуй, в этом году этим отличается выставка от прошлогодней. Сами участники отмечают, уровень конкурсных работ в этом году заметно вырос, и болеют мастера не только за свои изделия. Я за то, что победили те, кто работает именно в традиционной технологии и с традиционным ремеслом. Потому что у нас мастер года, объявили о том, что здесь представлены народные ремесла, а здесь очень много новодела, и поэтому желательно, чтобы победил именно тот человек, который представляет традиционное ремесло Республики Коми. Наталья Мелишева участвует в мастере года уже не в первый раз. Сегодня на суд жюри представила традиционные народные куклы. Я вложила в эти куклы свою душу, и я попыталась передать традиции, искусство вот этой народной куклы. И мне кажется, что в этих куклах воплотились все мои мечты. Выступить судьями могут и посетители выставки. Для этого организована акция «Стоп камера мотор», посвященная году кино. Ее победитель определится путем зрительского голосования. Изделия, участвующие в акции, так или иначе связаны с кинематографом. Это, например, композиция с Дон Кихотом, неоднократным героем анимационных и художественных фильмов. Каждый посетитель находит здесь работы по душе у лоскутного шитья. Например, появились свои почитатели. Глубокие цвета. Удивительно, что на нашем севере люди так видят свет. Потому что мы живем в черно-белом мире, по большей части. И вот панно мне очень некоторые нравятся. Можно стоять и напитываться этим светом. Это как лекарство. Из 340 заявленных работ в финал конкурса прошло меньше половины. А звание «Мастера года» достанется только одному участнику. Его имя станет известно 30 марта на закрытии выставки.